Мир вам, друзья! Нам просто пришлось смириться с тем, что часто наш выбор имеет последствия. Порой лекарства, которые мы принимаем, не только лечат. Люди, которым мы доверяем, не всегда это доверие оправдывают. Просто пришлось научиться не обращать внимания на подобного рода побочные эффекты. Но оказывается, что не все побочные эффекты одинаково плохи. Сегодня я хотел бы, чтобы мы порассуждали о побочном эффекте веры. Оставайтесь с нами, должно быть интересно. К сожалению, все люди болеют. Кто-то болеет телом, кто-то страдает душой. И к чести человеческого общества, можно сказать, что человечество неплохо научилось бороться за здоровье человеческого тела. Стационары, амбулатории, аптеки, врачи. Целые структуры сегодня сражаются за здоровье наших тел. Есть божественная структура, такая структура, как церковь, которой Бог предназначил отвечать за здоровье души. За здоровье душ. И у церкви есть очень действенное и, может быть, по-своему даже универсальное средство, такое, как вера. Вера, способная исцелять человеческие души. Когда мы приобретаем в аптеке прописанные нам лекарственные препараты, то если мы внимательно прочтем аннотацию, которая прилагается к этим препаратам, я думаю, в большинстве случаев мы будем удивлены тем количеством возможных побочных эффектов, которые может вызвать данный препарат, когда выполняет свое первостепенное предназначение в нашем организме. Все в нашей жизни, оказывается, имеет побочные эффекты. Даже то, что приносит нам доброе, может иметь побочные эффекты. Соломон писал о том, что даже знание имеет побочные эффекты. Об этом он написал в своей книге «Экклесиаста» в первой главе, в 18 стихе. Он сказал так. «Во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь». То есть побочный эффект познания – это печаль и скорбь. Я сегодня хотел бы, чтобы мы поговорили с вами о побочном эффекте веры. Может быть, оно как-то необычно звучит для нашего уха, но вместе с тем оказывается, что у веры, у нашей с вами веры, есть побочные эффекты. И вот каковы они? Или же что привносит с собой неизбежно вера в жизнь человека, когда она начинает в его жизни действовать? Вот об этом мы сегодня и порассуждаем в рамках нашей проповеди. Давайте прочтем 2-е послание Фессалоникийцам, 3-я глава, 1-й и 2-й стих. Из 2-го послания к Фессалоникийцам, 3-й главы, 1-го стиха. «Итак, пишет апостол Павел, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера». Друзья, каково первостепенное предназначение веры? Зачем она вообще нужна? Ответ, конечно же, лежит на поверхности. Вера нужна для того, чтобы спасать верующего. Она нужна для того, чтобы открывать человеку Всевышнего. Она нужна для того, чтобы объяснять человеку тайны Царствия Божьего. Говоря самым простым языком, она нужна для того, чтобы делать доступным человеку до этого недоступное что-то. И как результат вера нужна для того, чтобы исцелять душу человеческую. Евангелие, которое нам повествует о жизни Иисуса Христа, нам повествует о нескольких, ну о многих даже, можно сказать, встречах, когда Христос людям произносил интересную фразу. Он говорит, «Вера твоя спасла тебя». И люди, вместе услышав эту фразу, кто получал исцеление от болезней, кому открывалась перспектива в будущем, кто-то обретал свободу от каких-то уз. И это все, как-то мы видим, Евангелие связывает с этой фразой, с тем, что «Вера спасла тебя». Знаете, друзья, ярчайший пример, по-моему, вот этого вот действия веры, это женщина, которая много лет страдала болезнью. И как свидетельствует сама Библия, она вынуждена была потратить на борьбу со своим недугом все имение, которое у нее было. Все. У нее не осталось ничего. Вот она и ее болезнь. И вот с этим, таком вот состоянии, разбитым и нищенском, она пришла к Иисусу Христу и услышала вот эти слова, «Вера твоя спасла тебя». И что произошло? Произошло великое чудо. Произошло то, что она не могла найти за 12 лет и более, потратив все, что было. Она это вдруг обрела. Обрела вот так, неожиданно и просто, услышав простые слова от Иисуса Христа, «Вера твоя спасла тебя». Мы видим, что порой не только здоровье для тела приносило вера людям. Как правило, впоследствии приходило и здоровье для души, свобода для сердца, свобода для разума, обновление жизни приносило в жизнь людей вера. Евангелие повествует нам о том, что вера на самом деле – это очень мощное средство. Очень мощное, если так уже говорить, препарат, лекарство для души. И верующие, то есть это те люди, которые приняли и применили в своей жизни это средство, они, как правило, становились живым примером личного вмешательства Бога в их жизнь. Становились живым примером того, что Всевышний действует. Становились живым свидетельством того, что невозможно и возможно. И все лишь потому, что поверили, потому что доверились. Есть очень много в мире сегодня действенных лекарственных средств, очень много дорогих препаратов, которые большинство, наверное, сидящих здесь в зале не могут себе позволить, даже если будут нуждаться в них. Но, как правило, когда приходит беда, люди изыскивают все возможные средства, потому что верят, что вот это лекарство поможет. И, знаете, порой я размышляю о вере, и у меня возникает такая аналогия, и хочется где-то в душе своей скорбеть. Ведь вера, она у нас всегда есть в наличии. Она сегодня нам доступна благодаря Иисусу Христу. И как печально, что она может порой пылиться на полках, на полках нашей души, на полках нашего сознания, на полках нашего какого-то внутреннего храма, и использоваться только в крайнем случае, по каким-то необъяснимым причинам, обращаться к ней только изредка. И мы считаем то, что пишет нам Слово Божие, что люди, которые хоть имели веру, как сам говорил Христос, хоть с горчичное зерно, они могли переживать в своей жизни великие чудеса присутствия Божьего. Знаете, как бы ни была хороша вера, но вот если уже следовать той аналогии, которая была задана, у нее тоже есть побочные эффекты. Вот у такого мощного действенного средства, предоставленного Богом людям, есть побочные эффекты. И о них мы с вами прочитали в том тексте, который мы уже вместе с вами озвучили. Это 2 Фессалоникийцам 3 глава. Но сразу хотел бы сказать, друзья, не все побочные эффекты одинаково плохи. Те побочные эффекты, о которых здесь пойдет речь, они только свидетельствуют о том, что вера действует. Что вера в твоей и моей жизни производит свою работу. Она не просто присутствует, она совершает свое действие. Она открывает место Богу в наших сердцах. И вот эти побочные эффекты, так уже в кавычках говоря, они только свидетельствуют о том, что это есть. Вот что говорит здесь апостол Павел. Если мы опустим первый стих, он говорит, чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Если размышлять от обратного, рассуждать от обратного, то оказывается, что те, в ком вера, те лишены беспорядка и те лишены лукавства. Тот, в ком вера, он лишен беспорядка и лишен лукавства. Вера имеет особое средство, особое свойство. Она может наводить порядок и избавлять от лукавства. Я, когда думал об этом порядке, я размышляю, о каком порядке идет речь. Наверное, в первую очередь речь идет о порядке внутреннем, о порядке личного благочестия, о порядке твоих и моих взаимоотношений с Богом, о порядке твоего предстояния пред Всевышним. Во-вторых, можно говорить о порядке в отношениях, о порядке в отношениях с ближними, в семье, на работе. Вера, оказывается, наводит порядок и в этих сферах жизни. Можно говорить о порядке в делах, о порядке в бизнесе. И здесь вера имеет силу расставить все по своим местам. Когда вера действует, когда она присутствует, она наводит порядок. Люди, которые беспорядочные, Павел говорит, это люди, у которых нет веры. Люди, у которых в этих сферах, как минимум, не наведено, не расставлено все по полочкам, глядь, взирая на Слово Божие, вот как взято за образец по Слову Божьему, как храм должен был быть построен, скиния должна была быть построена по образу, который был явлен, то, скорее всего, проблема с присутствием или с действием веры. А также, как мы прочитали, вера освобождает от лукавства. Я думаю, что не надо много говорить о том, что такое лукавство. Самый ближайший синоним лукавства в нашем языке – это что? Хитрость. Как минимум, хитрость. Вы знаете, но если говорить не только о лукавстве, как о хитрости, я хотел бы, может быть, немножко вспомнить об одноименном персонаже, действующем в лице человеческой вселенской истории, о самом лукавом, отце хитрости, о том, который привносит в жизнь любого человека, деструктивные побочные эффекты. И что интересно, оказывается, вот как-то вот мы, если мы читаем Священное Писание, ученики как-то спросили Иисуса Христа, как нам молиться? Господи, научи нас молиться. И Господь Иисус Христос в ответ им дал всем известную молитву «Отче наш». Вы знаете, в народе даже появилось такое высказывание, такое вот «знать что-то, как Отче наш». То есть речь идет о том, что молитва «Отче наш», она стала доступной, она стала известной, она стала понятной для многих людей, даже тех, кто, может быть, не вникает в глубокий смысл слов, содержащихся в ней. Конечно, во времена советского атеизма вот это высказывание «знать как Отче наш» было заменено на всем известное «дважды два четыре». Но суть от этого не изменилась. Но вот интересно, что? Вот в этой самой молитве «Отче наш» есть такая вот глубокая фраза «И избавь нас от лукавого». «И избавь нас от лукавого». Апостол Павел в послании к Эфессиным чуть дальше, позже, скажет такие слова. Он скажет «И не давайте место дьяволу». «И не давайте место дьяволу». Оказывается, вера, она освобождает нас от лукавого, от действий лукавого в нашей жизни и от лукавства, как уже такого человеческого проявления связи не с Богом, и дает место Богу проявлять себя в наших буднях порой, в нашей личной жизни, дает место Богу. И вот если в каких-то сферах нашей жизни царит беспорядок, как правило, эта речь идет о личном благочестии, или же заправляет лукавство, значит, что-то с верой. Потому что вера неизменно, когда она действует, она совершает и оставляет свое побочное действие. Она наводит порядок, и она освобождает от лукавства. И вот замечательный, на мой взгляд, пример вот такого благотворного воздействия веры – это мытарь по имени Закхей. Известная библейская история. Человек маленького роста, но с большим положением в обществе, захотел увидеть Иисуса Христа. И для этих целей он не постеснялся, потеряв, может быть, какой-то вес в глазах людей, которые его огружали, залезть на дерево. Из-за маленького роста он не мог видеть из-за толпы Христа. И Христос увидел этот шаг со стороны этого человека. Он увидел его отстремление, его тягу, его желание. И он обратил на него внимание и говорит, «Закхей, сойди, мне нужно быть сегодня у тебя». Закхей не ожидал такой чести. И вот уже, находясь у него дома, находясь в общении с Иисусом Христом, слушая слова Иисуса Христа, мы видим, что сердце этого человека, человека, ну, скажем так, способного решить все свои вопросы в жизни самостоятельно. Человека, имеющего власть, человека, имеющего средства, человека, который мог воспользоваться своим положением. Вот в жизнь сердца этого человека начинают происходить некоторые перемены. Он начинает думать по-другому. Он начинает думать не как мытарь. Он начинает думать, как совсем другой человек. Он начинает вспоминать, кому он должен. Он начинает вспоминать, кого он обидел. Он начинает вспоминать, что ему нужно наладить для того, чтобы стать другим человеком. И он говорит свою известную фразу, говорит, «Господи, кому что должен отдам? Воздам вчетверо». Он захотел исправить. Это вот благотворное воздействие веры. Вера, которая вошла в его сердце и начала производить свой действие. Это побочный эффект веры, друзья, в действии. Вера, которая спасает, вера, которая приводит к спасению. Вера, которая открывает врата Царствия Небесного. Она обязательно заставляет нас приводить что-то в порядок в своей жизни. Заставляет расставлять все по полочкам. И Захей захотел это сделать. Он захотел восстановить разрушенные отношения и вернуть тем, кого он обидел или кому он должен был долги вернуть. Это замечательный пример веры в действие. И есть другой пример, тоже описанный в Священном Писании. Это книга деяний муж и жена по имени Анания и Сапфира. Люди, которые тоже причисляли себя к христианам. Уже на то время христианство начинало существовать. Люди, которые причисляли себя к ученикам, к обществу учеников, увидев и пожелав ничем не отличаться от других. Они, вы помните, их тайный сговор, когда они решили продать свое имение, часть оставить себе, а часть принести и как бы пожертвовать на дело Божье. И вот это вот лукавство в их сердце, оно говорит о том, что веры действующей не было. Веры, которая освобождает от лукавства, не было в действии. Вера, когда присутствует, когда приходит в нашу жизнь, она начинает совершать свое дело. Во-первых, спасать верующего. Во-первых, открывать ему Царство Небесное. и как следствие приводить в порядок все сферы жизни. Как следствие освобождать от лукавства. И происходит то, о чем говорил потом апостол Павел, о чем мы уже говорили, и не давайте место дьяволу. Вы знаете, у меня возникла такая мысль, которую я сейчас хотел бы поделиться. Может быть, кто-то потому в своей жизни дает так мало места в вере, что боится этих самых побочных эффектов. Вот этого побочного действия. У меня на слуху сразу история жизни одной сестры. Это история реальной жизни, когда человек не решался прийти к Богу, не решался совершить в церкви молитву покаяния по той простой причине, что не была достроена дача. Потому что знала, что если совершит этот шаг, не сможет достроить ее честно, быстро и так, как хочется. Но слава Богу, что возобладала вера, возобладало действие веры. И человек пришел к Богу, невзирая на то, что он мог потерять. Мы сегодня живем в очень прагматичном таком, вы знаете, мире, где выгода, упущенная выгода тоже оценивается. Сегодня, если вдруг что-то произошло в бизнесе или в каком-то предприятии, как ущерб предлагают даже оплатить и упущенную выгоду. Люди научились оценивать свою выгоду. И порой вот эта вот выгода, выгода в рамках этого мира, в рамках этой жизни, застилает глаза настолько, что мы не видим Бога. Порой способна эта пелена застилать нам глаза настолько, что мы готовы отказаться от веры, только ради того, чтобы не упустить возможную выгоду. А вот теперь стоит подумать о главной выгоде в нашей жизни, той выгоде, которую приносит нам вера, данная Богом. И ее можно описать одним словом, это спасение. Это спасение души. Возможно, это дальняя перспектива, кто-то скажет. Возможно, это перспектива смутная, не до конца понятная, что под этим подразумевается. Но когда вера входит в сердце, она наводит и в этих вещах порядок. И тут ты начинаешь понимать, что под этим подразумевается, о каком спасении идет речь, о каком наследии, о каком благословении, о каком благополучии говорит нам Бог. И что Он может привнести в нашу жизнь. И да поможет нам Господь сполна давать действовать в вере в нашей жизни, невзирая на возможные побочные эффекты. Потому что не все побочные эффекты одинаково плохи. Когда вера действует, она привносит с собой добрые, позитивные перемены. Она позволяет нам приводить в порядок отношения, приводить в порядок личную жизнь. Она налаживает наше личное благочестие, и она избавляет нас от лукавого и от лукавства. И в данном случае вот эти подвочные эффекты только свидетельствуют о том, что вера в нашей жизни совершает и исполняет свое главное предназначение – спасать верующего. Слава нашему Богу! Помолимся! Аминь! Завершилось богослужение. Подошла к концу и наша с вами встреча. И мне остается только пожелать вам успехов в делах. Хочется пожелать обильных Божьих благословений. Желаю вам веры в действии. Оставайтесь с Богом! Субтитры создавал DimaTorzok